Всем привет! Меня зовут Илья. И в сегодняшнем видео уроке мы с вами, дорогие друзья, будем говорить ни много ни мало об аккордах на бас-гитаре. Кому-то покажется это словосочетание аккорда и на бас-гитаре странным. И как будто бы каким-то бредом на самом деле аккорды на бас-гитаре. На самом деле спешу вас обрадовать. Аккорды на бас-гитаре очень круто и часто используются. И сегодня мы об этом поговорим в этом видео. Если быть более точным, мы будем говорить сегодня об аккордовых заменах. Это очень крутой прием, который используется и поможет вам из последовательности, например, четырех аккордов получить еще десятки других последовательностей. Всего из четырех аккордов мы можем создать новые последовательности и тем самым разнообразить музыку, создать новые ходы, создать разные настроения, различные вариации. В общем, это очень крутой прием, который часто используется. Вот об этом мы сегодня поговорим. Но попутно также мы затронем тему базовых аккордов на бас-гитаре, аппликатур, как куда нажимать пальцами, чтобы аккорды звучали, повторим вот эти все базовые аккорды, которых вам хватит, в общем-то, вот этих аппликатур сегодняшних для обыгрывания большинства аккордов и вообще в целом понимания темы аккордов на бас-гитаре. Вот такая вот тема сегодня, такая вот лекция, так что присаживайтесь поудобнее, берите в руки бас и настраивайтесь на плодотворный урок. А начну я свой сегодняшний рассказ немножечко издалека, так как нас смотрят много новичков и тех, у кого нет музыкального образования, им будет сложно сразу разобраться, насколько, если сразу буду объяснять вот это все, что замены там, аккордовая последовательность, вот эти доминации аптоккорды, вторая, пятая, будет сложно. Давайте разбираться сначала, немножечко зайдем, ну и профессионалам тоже повторить это точно будет не лишним. Давайте разберемся, что такое замена, аккордовая замена. Если простыми словами это, когда мы заменяем, во-первых, это распространенный прием, когда мы заменяем какой-то аккорд, который должен по логике звучать в сетке, на родственный ему другой аккорд. Родственный ему. И здесь ключевое слово родственный. Что же это такое? Что это значит родственные аккорды? Вообще непонятные какие-то слова? На самом деле можно все аккорды в сетке поделить на три основные группы по родственности. Они ближе всего друг к другу. То есть они могут друг друга менять, могут друг друга дополнять и хорошо друг с другом на заменах работать. К примеру, можно выделить три основные группы аккордов. Первые аккорды тонической функции, аккорды субдоминантовой функции и аккорды доминантовой функции. Вот у нас три функции аккордов. Тонические это первая, третья, шестая ступень. Это у нас субдоминантовая, это вторая, четвертая ступени. И доминантовый у нас аккорд находится на пятой, седьмой и также на бемоль второй ступень. Вот у нас три вот таких группы аккордов. Давайте посмотрим, если я, например, ну скажем, сыграю соль мажор. У нас соль, ля, си, до, ре, ми, фа и опять в соль пришли. Вот у нас первая ступень единичка, вторая ступень у нас будет тут ля, потом третья си, потом до, четвертая, потом пятая у нас идет ре, шестая ми и, соответственно, фа диез будет седьмая, потому что соль мажор, у нас один диез и мы приходим опять в ноту соль. Соответственно, на каждой ступени у нас первая ступень соль, третья си и шестая, в данном случае ми. На вот этих ступенях будут строиться тонические аккорды. Аккорд соль, аккорд си и аккорд ми. Аккорды тонической функции. Они хорошо друг друга заменят. Если нужно, например, сделать какую-то, создать движение в гармонии, мы можем их друг другом подменять, если у нас есть такие аккорды. Вторая субдоминантовая, это четвертая, от соль это у нас в данном случае до, и вторая это нота ля. Здесь у нас строятся аккорды субдоминантной функцией, они также хорошо друг друга подменяют и взаимозаменяемы. И аккорды, наконец-таки, доминантной функции на пятой ступени, пятая ступень, на седьмой в данном случае, и на бемоль второй. Вот здесь у нас будет. Попозже я расскажу, как это появляется, бемоль вторая ступень. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжаем. Мы начали, так уж получилось, что я начал с ноты соль, хорошо, я планировал с другой нотой начать, но бывает, что идет немножко не по сценарию. Значит, соль. Давайте перенесем ее сразу вверх, вот сюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сыграем выше, вот эти вот наши ступени, так как аккорды на басу лучше звучат именно после двенадцатого лада или там после десятого, если хотите, так как внизу они звучат довольно гулко и грязно. Здесь они звучат красиво и чисто. Значит, смотрите. Давайте попробуем с вами сыграть аккордовую последовательность, чтобы было понятно. 1-6-2-5. Распространенный такой терн-раунд. И будем из этой аккордовой последовательности четырех аккордов, аккорда первой ступени, аккордов шестой, второй и пятой, делать различные варианты, заменять аккорды и слушать, как это звучит и как это работает. Давайте сыграем в оригинале связку 1. У нас здесь на первой ступени аккорд, большой мажорный септ-аккорд. Запоминаем аппликатуру. Заводится у меня струна. Можно немножко вот эту штуку подвинуть. Да. Будет меньше заводиться. Вот, кстати, она хороша для аккордов, потому что, если я играю много аккордов, сегодня буду показывать, я ее вот сюда поставлю, чтобы меньше заводилась пятая струна. Значит, смотрите. Аккорд первой ступени. Соль, мажор. Соответственно, он у нас здесь большой мажорный септ. Запоминаем аппликатуру. Звучит вот так. Аккорд шестой ступени. У нас в данном случае шестая ступень это ми. Минорный аккорд. В шестой ступени находится минорный аккорд. Вот мы его берем. От струны ми аппликатура. От четвертой струны запоминаем ее. Дальше у нас идет ступень вторая. Вторая это у нас тоже минорный аккорд. Там расположен дорейский лад. Струется минорный аккорд. Аппликатура малого минорного септ-аккорда от третьей струны. Запоминаем сразу, чем ее. И пятая ступень мы ее играем вот здесь вот. Это у нас нота, соответственно, ре. Мы ее берем от четвертой струны. И аппликатура звучит и выглядит вот так. Это малый мажорный септ-аккорд. Расположенный на пятой ступени. Что у нас получается? Вот таким вот образом. Я сыграл последователь 1-6-2-5. Давайте посмотрим, что здесь происходит. На самом деле, это последователь 1-1-2-5. 1-1-2-5. Все. Шестая ступень появляется здесь только потому, что мы добавили к нашему, можно сказать, заменили во втором такте единичку на аккорд шестой ступени. Потому что у них одинаковая функция. Место 1-1-2-5. У нас получилось 1-6-2-5. Вот она уже. Вот этот оборот, мы его немножко раскалываем, понимаем, о чем речь. 1-6-2-5. Это 1-1-2-5 на самом деле. Просто мы часто играется традиционно 1-6. Потому что вот эта шестая ступень, так как у нее родственная функция с первой, тоже тоническая, она создает движение в гармонии. Она делает гармонию более подвижной, интересной, чем 1-1-2-5. Вот я говорил, что аккорды заменяются родственными аккордами. Давайте начнем с такой замены, опять же, тоническая замена, когда мы заменяем, например, аккорд первой ступени на аккорд третьей ступени. Потому что они имеют одинаковую функцию тоническую. Я могу спокойно вот этот аккорд поменять и начать с аккорда третьей ступени. У нас тут третья ступень будет, смотрите, отсчитаем. Соль, ля, си. Третья ступень у нас будет находиться на ноте си. И она будет у нас третья ступень минорная, здесь будет минорный аккорд. Смотрите, что получится. Я сыграю, сразу начну с него, заменю 1 на 3. И разрешусь в 1. Согласитесь, звучит интересно. Я просто поменял аккорд первой ступени на аккорд третьей. И вот еще одна гармоническая последовательность. 1, 6, 2, 5 с заменой. И в единичку пришел. Попрактикуйтесь, кстати, сами. Если у вас есть какие-то песни, вы начинаете с тонического аккорда, например, первой ступени, там песня в соль мажоре, и вы начинаете с аккорда соль. Попробуйте поменять его на аккорд третьей ступени. Начните с него. Один раз начните с первой ступени, потом с третьей ступени. Посмотрите, как ваша музыка начнет звучать в вашей гармонии более разнообразно. Также мы можем использовать тоническую замену и для аккорда шестой ступени. 1, 6. Когда у нас появляется аккорд шестой ступени, я могу поменять его на аккорд третьей ступени. Правильно, потому что у них одна функция тоническая. Смотрите, как это будет звучать. Я сыграю 1, 3, 1, 3, 2, 5, потому что я поменяю 6 на 3. Смотрите, как будет звучать это. Вот так вот это будет звучать. Я поменял аккорд шестой ступени. Тоже звучит по-другому немножко. Тоже вариант. Кому-то понравится. Может быть, такой вариант. Идем дальше. А дальше у нас тритоновая замена. Очень мощный инструмент в руках, в первую очередь, джазовых музыкантов. И ни одно джазовое произведение не написано без тритоновой замены. В первую очередь создающая такое вот характерное настроение. И тритоновая замена у нас работает в первую очередь для аккордов доминантовой функции, доминантового семейства. Ну, есть кое-какие лазейки. Сейчас мы о них поговорим. Значит, что такое тритоновая замена? Когда мы меняем один доминант септаккорд, малый, мажорный, то есть семерочку, на такой же абсолютно доминант септаккорд, расположенный на тритона выше или ниже. Давайте посмотрим. Тритона отсчитаем. В данном случае у нас нота ре находится на пятой ступени нашего соль, нашей сетки. У нас здесь ре доминант септаккорд. Мы можем заменить на такой же абсолютный массовый аккорд, на тритона выше. Например, давайте отсчитаем. Раз тон, два тон и тритон. И мы пришли в ноту ля бемоль в нашем случае. Вот она. Мы ее перенесли сюда и получили наш интервал. Тритон. Тритон, потому что это тритон. Все легко. Он равен пониженной квинте, повышенной кварте, по звучанию такой довольно напряженный. Смотрите. Например, если я в нашу сетку аккорд ре возьму, наш D7 в данном случае получится, я могу его заменить на ля бемоль такой же. Вот он. И здесь у нас появляется новая аппликатура. Это малый мажорный септаккорд от третьей струны. Тоже запомните эту аппликатуру, она очень важна. То есть вот это вот то же самое, что вот это. Мы можем аккорд заменить на наш ре на ля бемоль. В данном случае. Почему это работает? Это связано с альтерацией. С альтерациями и вот этот вот заменяющий аккорд, который в данном случае на тритоны выше расположен, это по сути является такой обращением нашего исходного аккорда, но не в чистом виде, а в альтерированный, как будто бы он с пониженной пятой ступенью. И поэтому он работает довольно хорошо. И вот эти вот альтерированные деминассет аккорды, они тоже играются довольно часто. Вот такая вот тритоновая замена. Давайте сыграем первый вариант, нашу сетку 1-6-2-5, но заменим аккорд пятой ступени на аккорд. Соответственно, применим тритоновую замену и у нас получится 2 бемоль вместо 5. Давайте посмотрим. Вот таким вот образом. Я вместо пятерки сыграл бемоль 2. Бемоль 2 у нас тоже является ступенью доминантовой. Она, эта ступень тяготеет в тоник очень хорошо. Такой проходящий аккорд прекрасно звучит, добавляет джазового звучания. Здесь вы можете разнообразить. Уже у вас 2 вариации. Можете 1-1 сыграть так. 2-й раз тритонная замена. И уже немножко по-другому. Что мы можем еще сделать с тритонными заменами? На самом деле, если мы изменим нашу сетку, например, сыграем вместо аккорда 6-го ступени минорного тот же малый мажорный септаккорд, доминант септаккорд, тоже прозвучит. Смотрите. Я его поменял изначально на доминантовый аккорд. И я к нему тоже могу применить нашу тритоновую замену в таком случае. Смотрите. Отлично звучит. Еще несколько вариаций. Я поменял вот этот аккорд. Изменил его как будто бы на доминантовый. И поменял его на тритон. И сыграл двойку. И сыграл, например, пятерку. Оригинальную, натуральную. Или бы ее заменил. Еще несколько вариаций. Если я меняю аккорд 6-й ступени. Аккорд второй ступени я тоже могу представить в виде доминанта септаккорда. И он получится как доминанта к доминанте. То есть доминанта ля 7 к ре 7. Как бы ля, доминанта в ре. И разрешаемся в первую ступень. В таком случае я тоже могу сделать тритоновую замену. И у нас получится аккорд ми бемоль. 7. 6 бемоль получится. 5. И 1. То есть я могу сыграть, смотрите, вот таким образом. Еще одна вариация классная. Круто звучит. Теперь пятую тоже заменим тритоны заменой. Вот еще несколько вариаций. Я получил 6 бемоль здесь. Я получил 2 бемоль ступени. Тритоновыми заменами. Я получил 3 бемоль. Представлю ми как доминанту. И заменил. Тоже замечательно звучит. Еще несколько вариаций. Я могу, например, заменить еще и добавить тонические замены. Например, просто хроматизм такой сыграть джазовый. Или так. Вот вам еще пара, тройка или даже пять. Очень большое количество еще вариаций. Покажу вам 1-6-2-5 аккордовую последовательность в миноре, чтобы вы могли сами подумать, поиграть. И она здесь нам интересна, потому что появляются новые аппликатуры, новые аккорды. 1-6-2-5 соль в миноре. Опять же у нас будет минор, доминация, аккорд, малый минор. Потом на шестой ступени у нас будет большой мажорный от четвертой струны. Вот такая аппликатура. Вот малый мажорный был у нас уже. И большой мажорный. Семерку меняем. Семерка. Вот семерка малая, семерка большая. Запомните, да? Вот. И, соответственно, 6-2. Аккорд второй ступени будет полуменьшенный. М7-бемоль-5. Запомните аппликатуру. Вот так она выглядит. Апликатура с пониженной пятой минор. И аккорд пятой ступени наш малый мажорный. Традиционный. То есть будет вот так вот. Это 1-6-2-5 в миноре. Здесь у нас есть некоторые аппликатуры, которые тоже следует заучить. И они очень пригодятся. Давайте подведем итог. Однозначно аккордовая замена это мощнейший инструмент руках музыканта. Однозначно эти знания вам прокачают ваш скилл композитора, композиторское мышление, понимание аккордов, замен, гармонии песен. Это точно. Бесспорно. Что вообще это нам дает? Что это может дать? И для чего это надо? Однозначно это более разнообразная музыка, сделать вашу музыку, ваши партии, ваши аккомпанементы менее предсказуемы, более интересными. Вы можете выбирать краски, создавать какое хотите настроение, большая палитра. Например, вы можете сыграть сначала с заменами сетку, квадрат, например, с заменами какой-то напряженной, а потом более классически сыграть, как задумано было обычными аккордами, без замен, традиционные аккорды сыграть. Более классический вариант разрешится создать напряжение, потом более классический вариант без замен сделать. То есть огромное поле деятельности посмотреть, особенно клавишникам, гитаристам это очень полезно. И это не только для басистов, как вы уже поняли, полезно, это и для всех остальных музыкантов очень круто. Я показал на примере 1-6-2-5 сегодня, вы можете взять любую свою последовательность, хоть блюзовую 1-4-5 и попробовать заменами тритоновыми, тоническими, поиграться, посмотреть, как это все будет звучать иначе. Один квадрат так, другой так, как это все заиграет новыми красками. На самом деле может быть огромное количество вариаций, я показал лишь несколько принципов, потому что иначе можно до бесконечности сидеть. Но если там какие-то еще хроматические проходящие аккорды делать, может огромное количество комбинаций вот этих вот аккордовых замен. В учебнике, кстати, есть учебник импровизации на бас-гитаре и контрабасе Чака Шера, очень известный, на нем учились огромное количество музыкантов, через эту книжку прошли. Там есть табличка тюрнраундов, там в виде просто циферок обычных, эти тюрнраунды, которые можно получить при помощи замен, при помощи каких-то аккордовых, там, хроматических движений. Огромное количество этих тюрнраундов, есть схемка. Ну там это просто в виде циферок, я вам сегодня показал в виде аппликатуры на басу, как это работает в реале. На моем бусте опять же будет нотное приложение со всеми схемами, со всеми аппликатурами к этому видео. В целом, как это работает, еще больше вариаций, нотное приложение в виде такого PDF оформлено, все красиво, фирменно, как издание такое печатное небольшое к сегодняшнему видео. Там это все будет наглядно, все эти схемы показаны. Так что проходите, это будет очень полезно для канала и для поддержания контента на этом канале как минимум. Вот так вот, дорогие друзья. Вроде ничего не забыл, много информации, сказал, могу что-то забыть, потому что когда много говоришь, забываешь что-то обязательно, вот 100% что-то забудешь, 100% что-то важное, а потом вспомнишь, что-то важное забыл, вообще не очень. Вот такое сегодня было, дорогие друзья, видео, надеюсь, было полезно. Не забывайте подписываться на канал, ставить колокольчик, писать комментарии, позитивные в основном, потому что всякие негативные я, как правило, блокирую сразу, без всяких. Поэтому я понимаю, что вы сыграете, конечно, лучше, чем я в 100 раз, но я вам показал, как могу, а вы там уже можете сами в 100 раз лучше сыграть, я не спорю, как бы. Не забывайте, все это важно, сами понимаете, это алгоритмы YouTube, вот это все, чем больше комментариев, активности, тем больше YouTube понимает, что видео интересно, его как-то продвигает, это все, естественно, и полезно. Итак, все, хватит болтать, всем на этом спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok